Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают и не сразу нам будет интересно. Мы разойдемся с вами. Тема у нас веселенькая, это взаимоотношения. Мы будем говорить о практических вещах с вами. То есть и тема, особенно веселая, отношения между мужчиной и женщиной, это тоже веселая тема, потому что здесь очень много вопросов, белых пятен. Например, как если кто-то видел фильм, я не помню, как он называется, там мужчина говорит женщине, не могу понять, что надо женщине. То есть сделаешь так, неправильно, сделаешь так, неправильно. Не могу понять, что делать, подскажите, как поступить. Тогда женщина говорит, слушайте, я сейчас открою очень страшную тайну. Помните это? Это не помните. Мы сами не знаем дальше. Плохо не знаем. Таких много фильмов. Поняли? Но суть заключается в том, что сейчас я открою страшную тайну. Какая тайна? Мужчина уже полагает, что это тайна будет. Мы сами ничего не понимаем, чего мы хотим. То есть мы сами не знаем, чего мы хотим. То есть мы говорили о том, что вообще наука понимает, что это такое, тем более древняя ведическая наука, она понимает, что происходит, какие процессы происходят, чем отличается мужская психика, мужское мышление, женское мышление. И мы говорили о том, что женское мышление, оно эмоциональное. То есть логика эмоций. Сложно понять мужчине, которая логика вещественная. И я приводил пример, чтобы опять вести вас лучше к тему, что простая ситуация, когда мужчина и женщина находятся в семье вечером, и жена-дух решает, все, поехали в кино, пора ехать в кино, мы уже не ездили давно, хотя муж думает, ну, только недавно ездили, сколько можно, но она как бы настаивает, поехали в кино, и он говорит, ну, у него были другие планы, там, диван был в плане у него, там, кино было какое-то в плане, то есть был другой совсем план. И сейчас его план меняется, для него это, ну, суперсложно. Но, тем не менее, она надувает губки, ей уже как бы не очень хорошо, и мужчина видит это, ну, ладно, идет, одевает брюки, надевается, выходит, на своем жене, он говорит, а я уже не хочу. Как так, то есть что это за выкручивание, что это за накручивание нервов на кулак, что это такое, хотя ситуация достаточно простая, то есть у женщины появилась эмоция, какая-то эмоция, хорошая эмоция, ей нужно эту эмоцию как бы вот выразить мужу, вот она хочет в кино, это же так здорово, муж по-другому мыслит, он не принимает эту эмоцию, он думает, что это не входит в его планы, эмоция не поддержана, эмоция разрубается, да, его отношения, и женщина просто уже плохая эмоция не возникла, и после этого какой ей смысл что-то делать, если уже как бы она не получила этих эмоций, хороших. Ну, то есть это логика эмоций. Поэтому мужчине очень важно понимать эту логику эмоций, уметь войти в эту эмоциональную составляющую, чтобы эмоциями правильно управлять. Для мужчины это очень сложно, и мы разберем дальше, почему для мужчины сложно управлять эмоцией, потому что он устроен немножко по-другому. Но это нужно делать, это его долг, это его ответственность, управлять эмоциями. И одно из предложений, которое было, как управлять нужными эмоциями, это управлять, зная гардероб женщины, зная о том, как она чувствует в себя той или иной одежде, потому что на самом деле женщина одевается для того, чтобы проявить определенные эмоции, то есть у нее логика эмоций. Мужчина думает так, она оделась потому, что вот это так, это так, это так. Нет. Она оделась потому, что сейчас неопределенное настроение такое, или она хочет вызвать определенное настроение. Это логика эмоций. Мужчина думает так, она одела короткую юрку, потому что вот сейчас на нее будет смотреть, она хочет, чтобы на нее посмотрели. Нет. У нее совсем другая логика. У нее эмоции, просто она, в этой юрке, она вот чувствует себя по-другому, как-то вот легко ей, и она поэтому это делает. Или, допустим, она одевает очень такое длинное все, что-то такое широкое, ну, потому что у нее сейчас такое вот настроение, вот так она хочет. И мужчина это не чувствует, он начинает говорить, как-то вот непонятно, ты сейчас отдела этого, почему, ну, скажи, ну, тут почему не будет ответа. И мужчина сталкивается с одной большой проблемой, он не просто не понимает женщину, соответственно, ее эмоции, эти эмоции не находят поддержки, возникает конфликт. Допустим, тот пример из «Гралаша», помню еще советский такой пример, когда мальчик подговаривает своих друзей, напасть на любимую его девушку. Они на нее нападают, он такой выходит боец, всем дает пашиян, и при этом девушка, она смотрит на всех вот этих поверженных захватчиков, она их начинает жалеть, а этому по голове просто. Как это понять? Ну, то есть, портфель по голове за что? Собственно, он защитил ее. Но не та эмоция. То есть, если нет как бы чувства к этому человеку, то есть, у нее другое чувство, сейчас нам нужно проявить какое-то чувство защиты. То есть, не та ситуация. Если бы это действительно чувство было страха, у нее не было чувства страха, тогда нужна защита. А если это просто игра, то какой-то дурак вмешивается в игру. Другая логика, логика эмоций. Поэтому мы говорили, что важное понимание чувствительности женщины, понимание мужчины и чувствительности женщины, это знание внешних аспектов. То есть, чем состоит ее гардероб, как она реагирует на то ситуацию, как она реагирует на это. Это его ответственность. Это ответственность мужчины. Я в одной аудитории обсуждал этот момент, что можно уже знать составляющую гардероба жены своей. И это вызвало какое-то негодование. Какой опыт вы видите? Нормально это или все-таки? Нормально. Нормально? Нормально. Хорошо. Бывает разная реакция. Сейчас же люди добрыться в Менделеево, можно гардеробку учить. Ну да, ничего сложного нет. Иногда, как бы мы учим, что попало. Знаем таблицу Менделеева, хорошо, но не знаю, что в гардеробе у жены. Лучше как бы знать, что в гардеробе у жены, для мужчины, для мужа, чем знать таблицу Менделеева. То есть не надо огромные там пяди во лбу иметь. Люди иногда попроще, они более успешны в отношениях, чем люди какие-то очень заумные. Итак. И теперь пойдем уже дальше. О чем мы говорили еще раз. То есть проговорим эту природу, разную природу. И согласно нейрофизиологии, у женщины правое и левое полушария работают вместе, а у мужчины попереднее. То есть такие вот разные аспекты. То есть есть два полушария. Правое отвечает за эмоции, левое отвечает за логику. И все это сходится и в мужчину, и в женщину. И те мыслят логически, и те мыслят эмоционально. Но проблема в том, как они переключаются, как они работают, эти полушария. То есть у мужчины всегда это работает попереднее. Либо эмоции сейчас, либо логика. Либо сейчас логика, эмоций нет. Либо эмоции, логики нет. У женщины это работает вместе. Может с разной интенсивностью, но работает всегда вместе. И отсюда вытекает опять же непонимание в отношениях. Потому что наша цель все-таки отношения. Не просто разбирать отдельно каждого человека. Мужчину, женщину это не имеет особого смысла. Потому что если человек просто специалист в отношениях, то в принципе для него не важно. Важен просто быть более внимательным, чтобы понять природу того объекта, с которым ты вступаешь в связь. И тогда отношения налаживаются. То есть можно построить следом объекта на отношениях. И порой мы говорили, что психология сейчас направлена на то, чтобы просто человека эмоционально подкрепить. Сказать, у тебя все получится, у тебя все хорошо. Но, собственно, от этого ничего не меняется. В сущности психология сейчас такая замудренная и непрактичная вещь, что, не знаю, насколько, как бы, тем более, как бы, сейчас штат психологов широкий, достаточно многих. Другой аспект, более, как бы, более практичный, это значит, человек должен выполнять свои обязанности. Это говорит ведичество и культура. То есть если человек хочет построить отношения с кем-то, да, или в семье, чтобы были крепкие отношения, каждый должен выполнять свои обязанности. Соответственно, мужчины свои выполняют обязанности, женщины свои. Тогда отношения могут. Это, как бы, уже шаг вперед, о чем мы говорили в прошлый раз. Но, даже при том, что если человек выполняет свои обязанности, но и при этом не знает законов отношений, он все равно потерпит неудачу. Ну, представляете, человек, как вот думает мужчина, мыслит мужчина. Он мыслит определенным образом. Он пошел на работу, заработал денег, создал финансовую основу, пища есть, холодильник работает, телевизор тоже. Но он приходит домой, и он считает, что все, отношения мы уже построили. Согласны? Мужская природа же согласна, что так и действует? При этом он еще ничего не сделал для отношений. Он создал только как бы оболочку для отношений, да, вот он создал дом, мельник, там утром какая-то есть, но при этом не делал ни шага для отношений. И женщина это прекрасно понимает. Она говорит, а что мы сделали для отношений? Ей начинается конфликт. Потому что на самом деле для отношений мужчина еще ничего не сделал. И поэтому, несмотря на то, что человек может выполнять свои обязанности хорошо, отношения могут быть плохими все равно. потому что человек не понимает природоотношений. Слышно всем, я говорю? Слышно? Итак, теперь поэтому мы разберем, какие сильные стороны мужчины, слабые стороны его. Какая сильная сторона мужчины из-за того, что у него работают полушария по отдельности? Во-первых, мужчина может хорошо сосредоточиться, ему эмоции не мешают. И сделать правильный выбор. Это сильная сторона мужчины. То есть мужчина может перейти на логическую сторону. Никогда мужчина не должен принимать решения в состоянии эмоционального. То есть если мужчина в эмоциональных отношениях принимает какое-то решение, как правило, знаете так, бывает ситуация накаленная в семейных отношениях, и мужчина начинает в этой ситуации принимать какие-то решения. Заранее решение будет неверным. Потому что в этом случае эмоции, они мешают логике. То есть, можно сказать, логики вообще никакой нет. Мужчина переходит на эмоциональную сторону и перестает что-то понимать, что сейчас происходит в данный момент, в данных обстоятельствах, в данной ситуации. Женщина, она может в эмоциональной ситуации принять правильное решение. Даже в экстремальной ситуации женщина быстрее находит выход, чем мужчина. Порой так бывает. Поэтому это очень важный аспект, что мужчина, он хорошо может сосредоточиться на решении каких-то проблем, потому что ему эмоции не мешают. И в то же время хорошо принять выбор. Но есть, как бы, слабая сторона, да, у мужчины. У него всегда будет проявляться крайность. И женщины должны это понимать. Либо он будет, как бы, таким холодным, жестким, сухим, да, потому что начинает работать логика. Перешел на левое полушарие. Он такой сухой, суховатенький, такой что-то говорит. Начинает какие-то не в попад давать наставления, там, зачем это сейчас нужно, непонятно. Какую-то философию разводить, еще там что-то. Какая-то сухость есть. Либо он становится таким вот чувствительным, страстным, ну и глупым. То есть, вот эти моменты, они могут присутствовать в отношениях, и женщина должна понимать эту природу мужскую, что вот здесь вот такая разница будет присутствовать из-за того, что вот эти полушария, они работают не вместе у мужчин. То есть, либо он такой, либо он такой. И когда мужчина чувствительный и в то же время в здравом уме, это то, что наиболее сильно ценит женщина. И говорится, не моя точка зрения, это говорится в ведических писателях. Когда есть здравость и в то же время чувствительность. Это очень редкое сочетание. Когда мужчина ощущает эмоции женщины, позволяя им развиваться в нужном направлении, как-то направляя их им. Потому что эмоции женщины порой требуют ограничений каких-то, потому что женщина сама в этом блуждается. Какие-то эмоции пришли, которые нужно ограничить. И в этом случае тоже нужна помощь мужчин. Но это нужно знать, когда сделать и как. И в этом заключается как бы зрелость мужчины, зрелость понимания отношений. То есть, с кем он имеет дело, как нужно себя вести. Это возникает из простой вещи. Это возникает из-за привязанности, из-за любви. То есть, если человек привязан, то, соответственно, он чувствует хорошо другого человека. Если этого нет, то очень сложно тогда психологии просто навязывать. Вот так, вот так, вот так. Это будет просто все очень искусственно. Поэтому мужчина иногда очень сложно перестраивается с отдыха на работу, с работы на отдых. То есть, он приходит, он как бы продолжает работать. Для него даже лежать на диване – это работа. Это все проникнет определенным смыслом. То есть, это просто часть его деятельности. Он поработал, пришел, теперь отдых. Как перерыв, знаете, на обед, на работе. Он также пришел домой. Он с таким вот важным видом. Все, теперь у него определенное время, когда ему нужно восстановиться. И когда вот в эту канву в планах вырывается женщина, не понимая ситуации, он не может искренне ее понять. Что, собственно, у меня технологический процесс. Я встаю у станка, тут как бы все происходит, а ты как бы вмешиваешься в эту ситуацию. Тем более, какие-то эмоции. Прямо сейчас нибудь. Непонимание происходит. Какой-то разно. Итак. Это лечится. Я лечу. Если какие-то вопросы будут возникать, давайте сразу их разрешать, потому что... Давайте сразу. Да. Сразу. Но сразу это такой вопрос, это лечится. Это так быстро, но такой сложный вопрос. Нет, как бы сложная тема, такой короткий вопрос, коротко не ответишь. А мне кажется, главное вопрос, кого лечить? Лечить женщину, чтобы она понимала, что он сейчас работает? Или мужчину, чтобы он понял, что сейчас нужно отравить имущество? И там, и там. Там, и там лечение необходимое. Компромисс? Компромисс – это то, что спасает все отношения, любые отношения. Скажите, а как быть, если он пришел, устала, с работой? Сейчас время такое, когда женщина, в основном, тоже работает. И она тоже пришла, с работы устала. Вот это аскеза женщины. То есть, и от нее еще требуется женские обязанности? Приготовить, там, устроить к дому? Как тут женщине быть в этой ситуации? Женщине нужно обязательно вначале… Ну, и наприкнуть мужчину, что вот ты пришел, работаешь, и лежишь, а я тоже работаю. Женщины как, вот, один секрет. И сил убирают. Да, сил, вот сил как раз… И при этом остаться женщиной. Да, и при этом остаться секрет. Нужно проявить небольшое внимание. Не нужно, как бы, ну, потому что сразу у нас, вот, ум так работает. Женский ум лучше понимает, мужской – хуже. Ну, я думаю, это понятно будет всем, да. Потому что все мы думаем, ну, что теперь, вот, вечер, да, целый, я теперь должен, ну, опять это работать, женщины думают. Опять, хотя, что требуется? Требуется в самом начале только, когда приходит муж с работы, в самом начале только требуется покормить его, сказать ему какие-то слова, и все. И потом уже муж, как бы, делает то, что… Ну, прежде чем покормить, он вообще приготовит. Приготовит, да. Приготовит, покормить. Покормить, и все. Остальное уже, это не ваше, как бы, обязанность. Не женское, в смысле, обязанность. Сказать какие-то хорошие слова. А дальше уже работа с мужчиной. Что он должен теперь делать после этого, да? Не лежать на диване, да, после этого. А допустим… Или он уже не встанет. Нет, нет, нет. Это уже мы сейчас говорим отдельно. То есть, если мы говорим о мужчине и о женщине, что касается женщин, женщина должна понимать один момент, что когда мужчина переходит на работу, ему нужно переключить полушария… С работой домой. Ему нужно переключить полушария. А что мы потом понимаем? Если жена… Представляете, как обычно бывает. То есть, приходит, муж с работы, а жена, она тоже с работы пришла. И рабочая ситуация дальше развивается. У них рабочие отношения. И все это всех убивает. И того, и другого. Кто-то идет, продолжает работать на диван, а на кухне продолжает идти работать. А как нужно? Нужно переключить полушария, да, мужчины? А как они переключаются? С логики? Нужно сказать какие-то теплые слова. Что-то сказать. И для этого не надо целый вечер говорить теплые слова. Это не какая-то там такая вот, что-то какая-то сложная вещь, что потом я целый вечер бегаю вокруг него, это сразу рисуется в голове, что это будет выглядеть не так. Мужчина будет лежать, этот любит охрану, а я буду вокруг него бегать. Я не знаю, что это было в голове понимать, да. Не-не-не. Это мы сейчас говорим только об обязанности, как женщине нужно поступить. Уже это обязанности женщины. А у мужчины другие обязанности. Мы сейчас о них будем отдельно говорить. То есть женщина что должна сделать? Первое. Сказать какие-то слова хорошие, там, поцеловать, обнять, сказать, ты самый лучший из людей. И все, напрячься и сделайте. Дальше уже все, дальше уже от нее уже не паучь. Если она будет целый вечер бегать, это будет ухудшать состояние. Вот дальше она может уже надуться. Все. Вот вначале она должна это сделать, она должна его переключить. Он не может переключиться, это проблема мужчины. Он до конца, но пока он не заснет, он все на работе. У него работает левая полушария, очень активно, бам-бам-бам. Это на самом деле мужчин, которые работают в головоломке, чем физически работают? Нет, нет, нет. Для любого мужчин? Логика это вообще не интеллект, это ум. Логика это способность просто в уме перебирать какие-то вещи. Это не творческая какая-то деятельность. Это разум работает, интеллект. То есть неправильно термин применяется, порой все путается, происходит. Умственная деятельность, это просто заключается в то, она везде нужна, в любой деятельности. Она может быть сенсорно-умственная деятельность, она может быть интровертна. Безвозно. Да. То есть человек может погружен быть в себя, но в любом случае действует логика. И в любом случае действует левая полушария, потому что есть работа. Я должен прийти, взять этот кирпич, положить его сюда, раствор там, тут. Здесь надо знать, когда раствор. То есть работа, вот причина-следственная связь, схема определенная. Это логика. И когда человек приходит, мужчина приходит, он думает, так, нужно вот это сюда переложить, это сюда положить, самому лечь сюда, все. И он не замечает просто даже, ну, человек, который бегает вокруг него, и все это устраивает. Почему? Потому что у него просто технологический процесс продолжается. Ну, тут бригадир был, а тут жена. Ну, какая разница? Как все это продолжается. Понимаете, да? Непонятно. Теперь, со стороны мужчины, что должен сделать мужчина? Давайте вопрос к мужчинам. Вообще, что мужчина тогда должен, как поступить? Помочь что-нибудь по дому. Приготовить ужин вместе. Правильно. То есть, мужчина должен просто сделать вид хотя бы. Горцы ворезают. А мужчин не дождались. То есть, мужчина должен понять эмоции. Эмоции понимаются в служении. То есть, если вы хотите понять что-то, как человек настроен к вам, сделайте для него что-то. Хотя бы начните что-то делать. То человек, мужчина, допустим, идет, начинает что-то делать на кухне. Ему не надо целый вечер это делать. Ему нужно просто вот, и жена говорит, о, как я устала, как я устала. Все, пошли какие-то эмоции, которые связаны с его сейчас состоянием. Он поддерживает эти эмоции. Говорит, да, ты устала, ты устала. Она эти эмоции начинает раскрывать перед ним. Она начинает чувствовать себя лучше. Да, ты устала. Все хорошо, иди отдохни. И знаете, обычно, ну, не знаю, 90, просто 5% случаев срабатывает так, что жена начинает как бы убрать. Ну, то есть, для того, чтобы, ну, просто отблагодарить, то, что ее эмоции поняты, она просто берет, продолжает это делать, муж, находясь с ней, вместе, просто с ней находясь, задавая ей вопросы, спрашивая о ней, интересуясь, строя какие-то планы на ее счет, на ее счет, не на ее счет, не на работу, на ее счет. То есть, надо говорить, начать о женщине. То есть, мужчина пришел, она его переключила, и он начал о ней говорить. Ну, это все. И все довольны? Лекция закончена? Да, можно расходиться. Итак, хорошо. Поэтому, у мужчины бывает, вот эта слабость, когда переключается, да, на большей степени, на правое полушарие, тут как раз какие-то глупости начинают проявляться. Начинается песня, миллион, миллион малых ростов, то есть, человек начинает что-то делать, то есть, переключился капитал. Известен история и случай. В принципе, наши современники, Эдуард VIII принц, он должен был ступить на престол. Кто-то видел фильм «Король говорит»? Там как раз тоже история немножко затрагивается. То есть, он отказался от престола, только потому, что он как бы влюбился в американцев. Поэтому, ему был дороже этот брак, чем престол. По сути, это, ну, такое переключение, серьезное переключение. И тут есть слова еще у меня от Оскара Буальда, подтверждающие. Но мы это разберем, это не совсем, может быть, звучит правильно научно. мужчина может быть счастлив женщины до тех пор, пока не полюбит ее. Иногда у успешных мужчин жены не такие уж яркие. Часто они задают вопрос, что он в ней нашел. То есть, это говорит о том, что, что когда женщина, мужчина больше начинает наслаждаться, переключаться на право, то он становится слабым. И женщина это перестает цепить. Как бы вот смысл, если бы это был устроен. Здесь какое-то возражение есть какое-то? Ну, что я еще говорила, да? Чем больше женщин, тем меньше нравились мужчин. То есть, это не говорит о том, что мужчина не должен быть привязан. Он привязан, но привязан по-мужски. Он привязан с логической точки зрения. Он, как бы, он, ну, он эмоции, эмоции женщины, он хорошо структурирует логически и устраивает ряд, как бы, говоря логическим языком. Не знает, когда что применить. Где эти эмоции дать развиться, где остановить эти эмоции. Он, как бы, специалист в этих отношениях. И, как правило, знаете, порой простые люди, которые не обучаются ничему, они лучше этим владеют, чем люди, которые получают, там, два образования по психологии, но при этом, а? Но при этом, как бы, вот этот аспект сосредоточенности на себе, с чего мы начали прошлое занятие, да? Что в отношениях важно сосредоточиться на другом. Но если человек очень много сосредоточен на себе, тогда все ошибки возникают. То есть, коренные вещи здесь сосредоточенность на себе. Если человек спросит, сосредоточен меньше на себе, а на другом человеке, то он все прекрасно понимает. Но когда человек начинает сосредоточиться на себе, чтобы получить одно, разобраться в том, для чего, для себя. Он меньше сосредоточен на этом объекте и, соответственно, теряет эту связь. У простых людей как-то все проще, они как-то. Почему там даже подводили статисты? Ладно, об этой статистике немножко поздно. Хорошо, теперь сильные стороны женщины хорошо чувствуют других людей. Как это было? Женщину не обманешь, она видит сердце. То есть она может уметь расшифровать свои чувства, потому что логика у нее в этом не отключается. То есть у мужчины чувства, логика отключается. Ему потом надо вспоминать, чего же с ним было. Женщина может сразу, как бы, так, все понятно здесь, так я это чувствую. От него верит это. Это реально для нее. Для мужчины это нереально. Может быть, я плохо сегодня встал, может быть, просто зарядку не сделал. Но женщина это реально чувствует. Я чувствую сейчас вот это от этого человека. И она может анализировать это и разбираться в этой ситуации более лучше. Поэтому в отношениях женщина она более сильна. Что касается отношений, поэтому, говорится, женщина охраняет очаг семени. То есть она хранительница человека. То есть она хранительница отношений. Она лучше понимает, где что происходит. В отношениях она более, как бы, свободна от влияния эмоций. В эмоциях она не теряет логику, хорошо распознает тонкие ощущения, интуитивность, знает, что нравится, что не нравится. То есть она это знает. Для нее вот понятие «нравится» и «не нравится». Я наблюдал картину, да и сам сказал, сколько раз такое было ситуации, когда ты выбираешь какую-то вещь. Женщина, она как бы… Она, если, ну, как бы, вещь не подходит, она, ну, сразу, понятно, ей не подходит эта вещь. Так, женщина? То есть ей просто сейчас нужно выбирать вещь только потому, что она хочет найти то, что ей понравится. Мужчина, он не может понять, нравится ему или нет. То ли нравится, то ли не нравится, то ли узкие, то ли широкие. Как ты это выбираешь, что ты стоишь, скажи? То есть примерно вот так. Поэтому обычно мужчине очень сложно выбрать какую-то вещь там. Ну, есть, конечно, такие сейчас мужчины, которые специализируются на одежде и все остальное. Но, опять же, применимых себе, они в этом слабее. Женщина четко понимает, да, вот я себя чувствую в этой одежде, ну, просто это мое, о, мое. Я даже этот костюм выбирал с другом в Москве, я говорю, ну, он говорит, как тебе, хорош? Ну, ты не знаю. Хорош или нехорош? Непонятно, что значит хорош? Ну, что ты считаешь хорошо? Ну, ты вот смотри на меня, тебе как, хорошо? Он говорит, знаю, вроде хорошо. То есть все. И мы с ним спаяли в этой зале, ну, часа два и смотрели на это. В общем, надо было просто женщину пригласить, она бы сказала, было нормально. Можно? Ну, просто надо. Да. Вот про одежду, вы правильно говорите. То есть я все держу уже. Даже дочку приглашаю, она бы говорит, папа, вот это и все. Ну, вот про людей. То есть у мужчин, обычно, вот здесь Маша искать, он, ага, вот Маша, все, у него сразу на маршрут, капель. А у женщин, сейчас вот девушка, например, или Пеке, или Вася, а вот Пеке, вот Вася, она перебирает, перебирает. А, это другое. Это другое. Это немножко следует. Да, сейчас мы об этом расскажем. То есть мы говорим о том, что нравится и не нравится, да? Вот это, вот тут она сильна. То есть она, она может эмоции свои четко расценить. Вот сейчас мне нравится, я чувствую, это реально. Для мужчин это нереально. Нравится, не нравится, все хорошо, что тут так все понятно. Какая польза-то, скажи мне, что практическое-то мы получим от этого? Вот мужская, ну, то есть логичность оказывается. А одежда это сфера, ну, чувственности, эмоциональности. Поэтому эта сфера женская, она лучше поменяет. Ну, когда мужчина становится профессионалом в одежде, да? Логику применять, сухум, тогда она лучше, чтобы это было до конца. Проговорили. Слабая сторона женская. Трудно сделать выбор между надо и хочу. То есть надо вот это купить, да? Вот хочу прямо. Ну, в принципе, вот сейчас бы лучше этого не делать. Потому что там какая-то еще впереди покупка, там еще что-то. И вот здесь уже сложно. То, что хочется сейчас и вообще то, что надо. Вот здесь как бы нуждается женщина в помощи мужчинам. Если она стоит и думает, как выбрать ей одежду что-то, это одна только проблема. То есть стоит ли сейчас деньги тратить вот на эту одежду? Или у нас там еще какая-то покупка впереди, поэтому, может быть, не делать этого сейчас? Ну, смысл такой. Сомнения до и после выбора. То есть всегда будут какие-то сомнения. Это нормально. То есть если женщина сомневается, то всегда нормально. Потому что есть логика, есть эмоции. И они вместе работают. То есть я тут что-то не понимаю. И здесь что-то вот правильно, неправильно. А зачем мы тогда это сделали? Помнишь, ты долго сделал еще тогда? И вот начинается. Сомнения не будут присутствовать. Потому что четкого решения нет. Иногда решение вот с позиции логики мы делаем надо, но не хочется. Поэтому сомнения возникают. Понятно, да? Потому что полушария вместе работают. И женщина принимает какое-то решение, но она этого не хотела. И потом она будет это вспоминать. А надо, не надо. Может быть, я лучше бы все-таки не сделала это, но у меня были хорошие эмоции. Или она думает, нет, вот у меня сейчас хорошие эмоции. Так мы же, у нас там дальше бюджет на грани пола. То есть может быть, стоит это будет. Ну, то есть понятно, да, в чем речь? Между надо и хочу. Вот здесь всегда будет конфликт какой-то происходить, и это очень сложно. И хорошо, когда мужчина разбирается в этом, понимает, что сейчас именно это проблема. И тогда она может легко вступить, это востребована женщина, это ее заказ. Она сейчас нуждается в этом решении, чтобы какое-то было четкое решение. Вот надо так, и это ты хочешь. И она говорит, ну все, спасибо тебе, дорогой. Разрешил проблемы. Действительно, все, я этого захотела уже. То есть конфликт вот между этим. Хочу и нужно. Вот поэтому часто логика диктуется эмоциями. То есть у меня эмоции сейчас такие, поэтому я и подстраиваю буду логику. Она не совсем будет чиста, не совсем будет оправдана. Поэтому-то женщине порой сложно понять, чего же она хочет. Вот как мы говорили в начале, да? Женщина говорит, наша страшная тайна, мы сами не знаем, чего мы хотим. Потому что в какой-то момент логика, в какие-то момент эмоции, и вот они в конфликте постоянно. Они не могут отделиться. Все хорошо, когда отделены. Очерединили, но работает хорошо. Это очень все обработает, как у мужчины. Работа здесь хорошо, отдых тоже переключились, понятно, это хорошо. У женщины будет сложнее все это. Здесь какие хорошие моменты возникли? Скажите, а вы написали это как-то можно использовать мужчину? Да. То есть я поняла, что механизм мужчины и женщины, они в этом друг для друга и создают. Главное не дополняют. А вот без мужчины, это как-то можно использовать в мире с собой женщину? Или обязательно, чтобы он был рядом? Какой? Так же у мужчины можно гармонично существовать, вот так вот, переключаясь. Да, без тормозов. Дело в том, что эмоции – это отношения. И женщина нуждается в этом. Она больше даже нуждается не в решении, а в эмоциях. А эмоции – это отношения. Поэтому женщина больше нуждается в отношениях, в природе. Поэтому в ведической традиции вообще запрещено принятие женщины обето-отречения. То есть женщины не отрекаются. То есть они могут после того, как, допустим, там муж умер, да, она может принять какое-то, там, идёт в святое место, там просто сидит, там дети к ней приходят, что-то там. Это да, такое возможно. Но никогда нет такого института саньяс от лечения в ведической культуре для женщины. Потому что ей нужно отцом, ей нужно отношения. И говорится, что она должна всегда защищена от отношений. Сначала защищена отцом в отношениях, затем она мужем защищена от отношений, а позднее – детьми. То есть ей нужны эмоции. Иначе это, ну не буду как-то об этом говорить. То есть как бы сам принцип понять. Мужчина может быть бежит без отношений. У него чувство появляется из логики. Как Архимед Цирик смотрит там, там смотрит. Эврика – истока радости. Ну отношения даже не нужны. То есть у них вот эмоции мужские, они из логики. Он что-то думал, думал и додумался. И у него сразу всё эмоциональное. Ну не надо отношения. Поэтому мужчина может принимать как бы отречённый уклад. Может смотреть там на закат, на восход и сидеть один. То есть для мужчины это больше всех не надо. Опять же не для всех мужчин. Таких сейчас очень маленьких, можно сказать, единиц или миллионов. Которые в принципе удовлетворены логикой внутренней жизни. Потому что это не реклама, то есть это отношения идёт. А? Потому что как вот Сникерс рекламируют, так же отношения со всех мест рекламируют. Мужчину логический модуль включается. Да, значит это надо. То есть он просто покупает это. То есть он сейчас питается женскими эмоциями. То есть сейчас мужчины не больше будут женские птицы. То есть не от того, что они совершают какую-то трудность, да. То есть мужская жизнь, она создана для преодоления каких-то препятствий, там что-то, героизм. Героизм. Это мужская. Блок радости. Мужская. Он что-то сделал, хорошо, здорово, преодолел, нашёл выход. Вот это мужская эмоция, как бы радость. Мужчина не, ну как бы, это не его эмоция. Вот пообщались, как хорошо там. То есть это не его эмоция. Это женская эмоция. И в этом случае он как бы берёт эту эмоцию от женщины. Так. Далее. Мы с вами говорили о том, как устроена структура работы мужской и женской психики, да. То есть мужская психика, она выглядит следующим образом, да. Она разделена на ячейки. То есть это ячейка работы, вы говорили, да, это отдых. То есть у мужчины ничего не соединяется. Жёсткие перегородки. Ничего. То есть отдых есть отдых, работа есть работа. Не надо смешивать. Здесь эмоции, когда он полностью переключился, и он не понимает. Если эмоция и о работе вспоминает, это для него, ну, как бы, не эмоция. То есть для мужчины важно, ну, как бы, всё, чтобы лежало на своих местах. Всё чётко. В голове. И мы говорили о том, что у мужчин есть одна ячейка, да, которая, которая что? Ничего. Пусто. Пустота. Это даёт способность мужчине просто существовать. То есть для него само существование, оно приемлемо. То есть он думает, я существую. Здорово. Всё нормально. Для него всё нормально. Даже что-то делать больше ничего не нужно. Нормально, я существую. И отсюда, как бы, возникает способность к наблюдению, созерцанию, к отречению. То есть это да. Это есть у каждого мужчины заложено. То есть мужчина может сидеть там и ничего не делать. Всё хорошо. Я существую. Приводили этот пример, да, он может просто так? Вот, дверь скрипит. Скрипит, интересно скрипит. Вот так скрипит. Вот так скрипит. Вот так. Целая синхония. И он может эту дверь целую пол дня там. Скрипит. Здорово. И потом что-нибудь напишет. То есть у неё эта способность к наблюдению. Она присутствует. То есть ничего не мешает ему просто быть в таком состоянии, существовать. То есть что значит существовать, чтобы был правильно понят термин? Это значит, в принципе, ничего не нужно больше. Ну, что у меня сейчас есть? Всё. Никакого развития не надо. Всё. Всё нормально. То есть вот у меня сейчас есть такое положение, такая вот зарплата, такая вот работа. А что ещё надо? Ну, тут приходит женщина. Всё. И всё начинает меняться. Сюда вот вытягивает его сознание. Так, давай работать. Ты же хочешь эмоции получать, правильно? Ну, всё. Договорились. Вперёд. И тогда начинается серьёзная работа. Ответственно. Вот. Как устроена женская психика, да? Здесь всё связано. Тут всё, я видел. Все связи вот такие вот. И не поймёшь, что где, с чем связано. Чего, зачем связано. То есть сегодня мы пойдём с тобой в кино. Почему? Потому что два года назад ты купил мне там гузку, которая мне не понравилась. Ну, то есть вообще логики никакой. Но эмоции есть. То есть она как бы вспоминает эмоцию. Сейчас она... А, так, у меня была такая эмоция, когда-то покупали какую-то гузку. И так, теперь эта эмоция у меня опять пришла. А эта эмоция была с чем связана? С выходом сверху. О, всё, выходим. Мужчины думают, а при чём здесь гузка вообще? Ну, эмоция просто логика эмоций. Эмоция пришла такая, а эмоции, они часто меняются. То есть сегодня они одни эмоции, завтра другие. Пришла определённая эмоция, и теперь она требует определённой реализации. Всё, она пришла. Я пришла. Говорит, эмоция, давай действуйте. Это... Для мужской логики это, ну, просто из фантастики. Как гузка там связана с походом? Ну, не соответственно. Никакой с ним. Потому что совсем другая логика. Итак. Поэтому сейчас небольшой вывод отсюда сделаем. Если мужчина хочет сделать женщину эмоционально счастливой, то он сам становится счастливым. Если женщина хочет сделать мужчину эмоционально счастливым, то все несчастны. Это укладывается в тот материал, который мы сейчас прошли. Почему именно так? То есть можете это как бы себе доказать? Почему это так? Потому что эмоции — это женская природа. Да. А зачем ей привносить свою природу? То есть у мужчины, а не у женщины функция. То есть если эмоции у женщины будут, то на всех хватит этих эмоций. Если у мужчины будут эмоции, ну, ничего толку. Ну, по-хо-хо-хо-хо, грубо. Ну, как бы... И кроме того, вы его переключили на правое полушарие. То есть в чем здесь счастье-то для... То есть у мужчины, наоборот, счастье как бы будет на левом полушарии, да? То есть оттуда человек потянулся. Но если он просто делает женщину эмоционально счастливой, то все, все довольно. Поэтому если женщина как бы счастлива в семье, то семья вот такая, очень хорошая. Крепкая. В эмоциональном плане. Мужчина, если будет там счастлив, он это счастье будет дальше искать. Так, он уже почувствовал счастье. Ага. Комфорт какой-то. Так, надо искать комфорт. Переключили его. Либо, ну, как бы просто он будет счастлив и лежать на диване. Ну, то есть логика ясна, да? Не сложно здесь? Женщине нужно сильно стараться его на правое полушарие? Да. Это аскез. То есть обычно как? Женщина стремится перевести мужчину на правое полушарие, он становится, извините меня, не очень мужчиной, и потом его просто общить. Никакого. В смысле, искать эмоции, да, дальше. Да. То есть у него правое полушарие какое-то очень активное, и ты хочешь, чтобы ты включил его на ту или левую. Его. Да. Здесь будет больше. Ну, ваше, как мужчина, ну, там все так мало вырастило, там не было мужчины, да, поэтому такой вот какой-то вот, ну, маленький сынки, маленький сын. Да. И поэтому хочешь все наоборот, чтобы его ремонт, а как бы немножко. Да. На ответственность. Да, да. Здесь получится только тогда, когда вы с этим человеком одно природой. Но об этом мы еще будем отдельно говорить, потому что это, собственно, только начаться. То есть мы только начали эту тему. Итак, когда женщина хочет сделать мужчину эмоционально счастливым, то все несчастны, да. Женщина должна заставить, как бы, мужчину быть, как, понятно, в большей степени на левом, да, повышать. То есть поддерживать его в профессиональном, интеллектуальном смысле. Это, в этом году. И женщина, сейчас вот очень важный момент, она будет заставлять мужчину меняться. Она будет ему всегда делать какие-то задачи. Она будет ставить ему какие-то вот неразрешимые порой задачи. А мужчине это всегда делать не хочется. То есть правильное положение женщины, это когда она действительно ставит задачи. То есть не просто, как бы, так, сделал это, сделал то, но дает понять. И мужчина понимает, что, чтобы этого достичь, нужно внутренние изменения определить. То есть для другого, как бы, стимула для развития мужчины нет. Поэтому говорится, что за каждым сильным мужчиной стоит определенная женщина. Потому что она, как бы, позволяет ему, направляет его в развитие. Она его заставляет просто. Так, я хочу там... Ну, конечно, если она говорит, я хочу, это значит, она сразу задевает мужское эго. То есть она должна как-то ему преподнести так, чего она хочет, не задевая его эго. И когда он понимает, да, она хочет ездить там туда, хочет сюда, поехать сюда, значит, я должен зарабатывать столько, значит, я должен что-то менять, что-то думать, как мне свою жизнь устроиться так, чтобы я достиг этого уровня. И в этом случае идет изменение работы. То есть мужчина начинает развиваться. Если, как бы, этого нет, да, то результата нет. Мужчина не развивается. Но самая главная проблема, в чем здесь решается проблема, что женщина, порой, она не чувствует вот этого, ну, как бы... Вот в этом нажиме, напряжении она не чувствует нормы. И порой она пережимает. И тогда мужчина, вообще, как бы, разрывается просто. Все, хватит. Ты хочешь то и то и то, а я сейчас это сделать не могу. И вот как раз талант женщины заключается в том, чтобы незаметно, потому что контроль, он всегда не заметен. Как со стороны мужчины в сторону женщины, так со стороны женщины в сторону мужчины не заметен. Но это происходит так, как они. И этот контроль заключается в том, что женщина дает понимание, что она хочет в жизни. Это очень важно, что мужчина и женщина не еще одной природой, потому что если природа разная, она говорит, я хочу вот это. Ну, простой пример. Мужчина какой-нибудь там, ну, скажем, профессор, она в большей степени там человек, ну, как бы так сказать, чтобы не затронуть никого. Да, что-то такое, вот это, только это, то есть у них нет каких-то вот единых там идей, да, то есть у них понимание как бы развития разной природы, то она бы не вдохновить никогда. То есть она может его контролировать в рамках своей природы, как и он ее. Хорошо, не сложно это понимать? То есть если мы оба спортсмены, да, то, соответственно, у других будет очень хорошо. Слушай, знание, спортсмены, бам-бам-бам, все, надо результат, и тот уже вдохновил, да, у нас результат усилился, и все, они пошли. Но если как бы один спортсмен, а другой там, шевея там, как работает, другая природа. То есть непонятно, как его вдохновить или как ему и ее вдохновить, условно. Итак, мужчина контролирует женщину ответственностью, если он ее хорошо чувствует, умеет управлять ее эмоциями, да, мы говорили этим. То есть это значит, что не просто мужчина считает, что контролирует это, когда он там с кулаком по столу думает. Нет. Если он взял ответственность, он уже начинает контролировать, женщина уже никуда как бы не делится. То есть все, нормально. Если он взял ответственность, то женщина это чувствует в себя. Мужчина это сложно понять. Взял он ответственность сам, но женщина понимает, что он взял ответственность, и она, в принципе, все контролирует. То есть в чем заключается ответственность? Что если получается какая-то проблема, то он не винит. Это значит, никого не винит, это значит признак того, что он взял ответственность. Поэтому нужно изучать эмоциональное мышление женщины, уметь входить в эмоциональное состояние женщины. То есть это как, в принципе, ответственность за ребенка в этом отношении. Ну, что касается здесь, вот этого аспекта мы проговорили. То есть разное состояние работы головного мозга, разное состояние работы психики, как они в отношениях могут проявляться, и что нужно делать мужчине в этом отношении, и что именно делать женщине в этом отношении. Но сейчас мы уже, как бы, пойдем к другому аспекту. Здесь, может быть, что-то требуем, поточнений. Скажите, пожалуйста, какие мы образования, практики, как женщине правят у нас учить свои желания, чтобы мужчине прочувствовать, что он достигает его, передает ему в себе? Ну, как, по-моему, какие-то праздники? Дело в том, что мы как раз начали уже о том говорить, что если разные природы, допустим, мы говорим, что есть четыре природы, да? Четыре человеческие природы. То есть, первое, это люди, которые имеют просто хорошие сенсорные качества, они хорошо, как бы, могут делать все руками. Это первый класс людей, золотые руки, вот это первый класс. Им близок больше, ну, физический труд. Хотим мы это или нет? То есть, если мы пытались в Советской России создать бесплатное общество, это невозможно, потому что люди все разные, они делятся на четыре категории. Есть люди, которые торговцы. То есть, они будут торговать всем, что попадет под руку. То есть, в классе четыре, руки золотые. Бывает, бывает. Третий класс, это люди войны, да? То есть, они всегда, как бы, заниматься классом. И четвертый, это интеллектуалы. То есть, четыре класса. Так это ведических. Потом это в Уинде выродилось в кастах. В Уинде, в принципе, сама против кастовой системы. То есть, когда, в чем значит кастовость? То есть, когда человек определяет не по природе, а по рождению. В роде всего в семье, допустим, там, Брама. И он сразу шнур там вешивает, все, он Брама на освещении. А он за угол заходит, там, сигаретку там смолит. Все, и там, можно выйти, это сколько угодно увидеть, когда они там сидят, гашиш, там. Хотя он с браманическим шнуром, священником, да? Такие вещи все. Вот, и это кастовая система, но если говорить не о кастовости, это, в Священных Писаниях говорится, это вармин. То есть, это вармин. Это значит, естественно, деление общества. То есть, это голова, туловище, да? Ноги и руки. То есть, интеллектуалы, воины, администрация, торговцы и люди рабочие, рабочие. То есть, это должно быть. И когда человек из разных природ, да, они не вдохновляют друг друга. Она будет говорить, допустим, вот, если она, допустим, вот, из класса торговцев, да, говорит, я хочу вот, ну, как бы, чтобы, ну, вот так зарабатывали деньги, вот так, чтобы мы там то-то делали, то магазин свой открыли. А он какой-нибудь там интеллектуал себе. Ты зачем? Что ты хочешь? Я просто на рынок пошел в продажу. Помидоры? Нет, я не хочу этого. Ну да, крупное решение, там, какое. При этом он может получать. Ну, сразу скажу, что вот, в принципе, вот эти люди, они по природе всегда получать много не будут. Очень. Они не будут получать. Это люди, которые, в принципе, удовлетворены тем, что... Вот. Раньше преподавал в агро-университете, экономику преподавал. Я получал, сколько? 8 лет назад. 1200. То есть, ну... Или, допустим, мои папа с мамой, они получали 120 рублей, будучи отец директор школы, мама там учитель. 120 рублей получали. Я жил в Тавежной селе, а там, на Муроске леса, тогда, по тем временам, получали по 2 тысячи, по 3 тысячи. То есть, и жаловаться вот этим людям нет смысла. Потому что у них, если они в своей природе, то есть, нужно просто, чтобы супруги были по природе, тогда все нормально. Она там, так, что-то изучает. Муж ей говорит, поехали там, съездим куда-то, отдохнем. Я говорю, зачем-то у меня диссертация. Ну, то есть, тогда, если вы говорите о том, чтобы вдохновить разные природы, это, ну, в принципе, невозможно. А действительно, это серьезный вопрос, что ты, как бы, можешь чувствовать себя абсолютно в разных, как бы... Да. Скажите, а музыканты? К этой. То есть, а? Тоже я музыканты? Это определяется зависимость у человека. То есть, чем выше человек, тем более независим. То есть, вот этот человек, как бы, торговец, он из земли там сделает деньги. Он не зависит. Он не пойдет наниматься, он куда-то наработает. Он, в принципе, у него такое зрение, что он просто видит деньги, лежит к углу. Он просто пошел там сюда, отнес это сюда, заработал и все. Вот этого для администраторов, для класса администраторов, они спокойно приходят и говорят ему торговцу, «Так, когда платим оброк?» «Давай, если нет, Славчик, все». То есть, он никогда, как говорю, ну, это, как бы, я пример привел такой негативный, но если человек настоящий, как бы, воин, то есть, у него нет проблем, он независим. А эти еще больше независимы. Волхвы не боятся могучих владыков, княжеских даже. То есть, они пошли куда-то там что-то, сидят в лесу себе что-то делать, все нормально все равно. То есть, это люди более... Ну, почему они не завидуют друг другу? Почему вот эта, она идеальная схема для устройства общества? Потому что вот этот, он заботится об этих. То есть, торговцы, они должны заботиться о людях, ну, кто пришел к ним наем. Они заботились раньше о них как хотеть. То есть, им нужно было все устроить, вы помочь и все. Эти не завидовали вот этим, потому что, если война, то что, надо этим идти воевать, а я спокойно буду дома сидеть. То есть, эти люди не участвовали в войне. Еще каких-то там пять тысяч лет назад. Такой был устроен. Эти не завидовали, потому что у них никакого богатства нет. Вот эти люди. И они им подчинялись. По той простой причине, потому что их невозможно купить. Настоящие. Да, настоящие. То есть, священники, их невозможно купить. Он придет, скажет просто одно слово, там, надо сделать так. И у него есть только силы в этих словах, потому что он совершает какие-то там аскезы, эпитимии совершает. У него столько силы, что он просто приходит и говорит, «Так, ты зажрался, дорогой президент. Завтра, если ты это не сделаешь, но проблема в том, что таких людей сейчас нет». Но если бы были такие люди, то все бы было на своих местах. Было бы идеально, было бы социально расстройство. Иван Груздин был, и был священник, и приходил. Ну, всегда на Руси какие-то были такие, которые совершали аскезы, когда какие-то сложные времена были, они уходили в леса, совершали. Когда человек что-то терпит, у него огромная сила накапливается внутри. Когда эта сила накапливается, он просто приходит и говорит, что надо делать. Человек не может противостоять, он языковство, немедленно. — А как вы сейчас привыкли, что слово аскеза — это терпение? Или это решение, что касается? — Да, это терпеть некомфортность, сам создаешься некомфортность. Ну, аскезы бывают неправильные и правильные. То есть, когда ты просто что-то терпишь, то, что тебе неприятно, но это нужно. В принципе, вообще человек, то есть, может быть счастливым, только когда совершает аскезу, но по-другому не может быть счастливым. То есть, он совершает какие-то трудности, преодолевает их, становится счастливым. Сейчас, как бы, этот момент не понимается, в образовании не дается этот аспект. То есть, сейчас, как бы, менталитет — получить сразу и всё. И потом разочарование. То есть, сначала человек совершает аскезу, он знает, как надо образование, работа, это проработать, это проработать себе, то-то, 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 всё, а потом идёт как результат этого наслаждения всего. Вопросы, Вару, вот последние дни эту тему не пришлось обсудить, и опять я из ваших рук аналогичное что-то услышал. То есть, мы говорим о том, что люди лучше понимают друг друга, когда они одной природы. Да. И на самом деле это так. Это исследование учёных, психологов и так далее. Даже внешне, вот внешне, может быть слышно, внешнепохожие люди, они лучше, так сказать, контактируют с чизыком. Проблема в чём? Проблема в том, что с точки зрения генетики я, как говорится, моя специальность. То есть, получается так, что потомство как раз лучше и здоровее, когда разные, противоположные, вы слышали, да, то есть, неродственные, то есть, раз и другие, вот у Пушкина там негры, там ганнибал, бог прадед и прочее. На самом деле так, у себя не гетеросики, бредная сила, а если похожие, близкие, а если, не дай бог, родственники, там, общие гены, больное потомство, ну, вот, знаете, да, у южных народов. Вот как тут проблежит? Получается, чтобы хорошие были отношения, люди должны быть похожие, может быть, внешние, внутренние, интересы вообще, ну, вот, похожие, вот они, родство у них, и души, всё на свете. Это факт тоже становится. А получается, что потомство было здорово, они должны противоположные. Один там, высокий, низкий, худой, образно, я говорю, один сильный, агрессивный, может быть, мужчина, женщина, заказать себя, тишь, догнать, пока вы будете, вы, конечно, смотрите. То есть, когда проблему решить, получается диссонанс. То есть, я, как пишу в интернете, получается так, что жить нужно, не дружить с похожими, а детей зародить от противоположных. Это типичная мужская логика, это фигуру, 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 продолжение работы. Вот именно такое. Как ее разрешить, я пока не знаю, я просто сейчас всем это обещаю, потому что я говорю, спасибо за хорошее. Да, ты прав. Все говорят, ну да, ты прав. Мы, мы, я хотел к этому позднее перейти, но, собственно, можно немножко пару слов сказать, что действительно мы привлекаемся тем, что нет в нас. То есть, когда мы видим человека, о, он какой-то, у него по-другому механизм работает, то есть, по-другому голова работает, и нас это привлекает. Но, Антуа Сент-Экзапери что говорил? Любить это не значит смотреть на друга, это значит смотреть в одном направлении. Он тоже подчеркивает момент. Это значит, что если люди одной природы, у них одна цель, все, тогда у них будет согласие. И потомство от этого не зависит. А как быть, для того, что, ну, наша внутренность, наша психология зависит, вот, ну, скажем, природа, генетики и так далее? Здесь зависит только от другого аспекта. Насколько человек, каждый, ведет правильную жизнь. Правильную. То есть, если человек, допустим, хорошим здоровьем обладает, а мы таким сладимся, да, здоровьем, то хотя бы так, но лучше всего потом. И с этим разница заключается. Не в том, что разные природы, да? Если вот люди поймут, ну, как вот, ответственные или безответственные, к примеру, мужчина, женщина. Вот, когда люди похожи, ответственные, они лучше понимают друг друга. Если я ответственным, ответственные делом, когда один ответственный, второй такой более, ну, такая прохладная, стрекоза и муравей, всех помнят Басю, да? Если вот один, не важно, мужчина, женщина, один стрекоза, второй муравей, то есть, получается, они разные. Они у них отцов, может быть, и так далее, вот, то есть, им будут, это понятно, но вот эти, они оба ответственные, оба муравейные. Вроде будет дружная семья муравейная. Логично? Логично. Теперь биохимия. Значит, то есть, дети у них будут уже, у них давление уже будет повышенное, значит, сложение генов, не в 50-60 лет, да, а раньше в 40, это явление называется антисципация. То есть, когда люди сходные вступают в брак чаще, чем это, ну, при случайном плечении происходит, то есть, это целенаправленный, наверное, вступление в брак. И потом, их дети точно так же вступают в брак, все чаще. В итоге, я вам знаю случаи генетики, когда, значит, с 12 лет ребенок, у него уже артериальная гипертензия, все наследственное. То есть, вот пример. То есть, вот вроде бы, когда сходное все классно будет, взаимоотношения, вы разные понятия посмотрите. Ага. Вот тут понятия, как бы, они не зависят от темперамента. То есть, человек может быть мозгачом и в то же время занимать активную позицию жизненную, да, а может быть мозгачом, то есть, девушка, да, ей более понятен вот этот вот смысл изучения, вот науки, да, вот, но она более спокойна, вот, и это очень нормально. То есть, вы имеете, могут общие интересы быть, а люди разные по-русски. они могут и национальности разные быть. То есть, что касается генетики, мы учимы только на опыт торговцы. Только физиологию, как у человека. Торговцы оба, я понимаю, так и не так же, я понял, что люди-то тоже выбирают свои занятия, они тоже получают. Я понял, это время в чем заключается, что вот оба торговца, один нервный, другой белый. Конечно, у них, ну, как вы сказали, есть разница, да, темперамента, и это даст, ну, лучший эффект. Как бы подтвердить вашу. Но это не касается, как бы, их состояния, ну, природы. Это физиология. Это чисто физиология. Я, но человек, ну, что противоположности притягиваются, бытует мнение, вторая, противоположности притягиваются, потом оттягиваются. Потом оттягиваются. То есть, когда человек, то есть, всегда так будет, такой брак, то есть, сначала притянулось, а потом возникла проблема. Почему? Потому что у нас совсем разное. И это никак не касается здорового потомства, это немножко другой аспект. Мы сейчас говорим о природе. Это, в принципе, если рассматривать личность как таковую, то мы состоим из не только физиологии, да, из других тела, тонких тела, как и ум, разум, ложное эго. То есть, это больше другой аспект. Что касается именно природы, это больше проявление разума, состояния. Это не касается физиологии. То есть, человек может быть сильным разумом, больным, а может сильным разумом быть здоровым. И темпераментом, как сказали здесь, темпераментом быть совсем другим. Окей? Да? То есть, вот говоря о природе, это тоже говорить и про, что люди должны быть, одинаковые ценности. Правильно. То есть, как бы, сильно там один, ну, как, допустим, у меня подруга говорит, у нее сестра, она такая любит, чтобы о ней заботились. Ну, она лежит, заботитесь о ней, да, поэтому ее мужчина, который, вот он бегает вокруг людей и им комфортно, а подружкам она сама любит заботиться. Поэтому вот, если бы такой же мужчина с такой же, да, любовью заботиться, они просто на этой кухне друг друга снесли. Вы правильно? Немножко есть другое внимание. А когда, нет, ну, при этом, если ценности у людей одна... Вы больше еды не будете. Нет. Чувствия больше. Вы развивательные жизни и ценности. Да, ценности, ценности. Именно ценности не в чувственном наслаждении. Не в чувственном наслаждении, да, не на уровне чувств, даже не на уровне ума. Им уже что-то нравится, мне нравится вот такая машина, а тем... Нет, важно, какое нравится занятие. Какое занятие нравится? Какое занятие? И не просто нравится, человек успешен в природе. То есть вот природа молотка там забивает гвоздь. Природа там отвертки закручивают. То есть не надо... То есть если природа проявляется, ее не надо обучать. То есть это природа. Сейчас, ну, как бы, люди живут в структуре, когда природа не проявлена. То есть навязывается какой-то, ну, как бы рекламируется, какая-то определенная природа. И другая природа забивается. И тогда человек, он следует просто, ну, конве сейчас модных тенденций. Модно быть юристом, модно еще кем-то быть. Хотя он по природе может быть вообще не имеет смысла. То есть что-то, что-то ставится на верх, что-то полежается. Это как бы мешает проявиться природе. Потому что по природе, в принципе, человек, мальчик уже в 5 лет, то он проявляется в природе. Есть целые тесты, как это сделать. Человеку уже в 5 лет нравится там гвозди забивать, но это делать он уже проявляется. Кому-то он уже такой боец, ну, тот уже жвачкой торгует. То есть все там у них уже природа проявляется. Когда мы уже находимся под слоем, да, уже каких-то стереотипов, когда уже в уме сидит всякие другие центры, тогда уже трудно разобрать. В детском возрасте достаточно просто это, мне кажется. И вот это Гурукла в Бабе на основе материала использую на основе доктора психологических наук. Он Саньяси, отреченный человек, его зовут Бхакти Видеяпурна Свами Махарадж. У него своя школа, высшая школа, школа для мальчиков, школа для девочек в Майпуре в Линдии. И он к тому же знаток писаний. И он они там четко различает. Они там в школе уже после пяти лет допустим, уже они учатся в разном классе в своей природе. И тогда они хорошо понимают в семейных отношениях друг к другу, что, какие ценности. И тогда брак на уровне ценности он самый крепкий. И не на основе чувств. Чувства сегодня есть, завтра может их иметь. а на основе ценностей это самые крепкие. Так. Можно здесь варховозы? Только чуть-чуть. Я тут сразу расскажу, просто на самом деле генетика человека, физиология, она к чему приводит? Потому что внешне конституции, типа конституции, мы знаем, например, технический тип конституции, ну или гиперстеники, они часто торговцы. Это мы тоже как бы наблюдаем. А вот астенический тип, метки, в очках нет интеллектуала, там вот им это не надо. Я к тому, что это тоже как бы ценности, они зависят от природы, от генетики человека. Наоборот. То есть, природа определяет физиологию. Довкое тело определяет строение физиологии. Ну агены это застались на факту славы денег, правильно? И как? Но мы же не знаем, что стиральные. Правильно, интеллектуалы не особо уделяют внимания внешне. И все, и получается худое тело не прокачано мышцами. Нет, это не так. Ладно, чистое. То есть, у нас тема не природы, поэтому пойдем дальше, ладно? Нет, мы успеем все проговорить. Возьмите, все-таки вопрос остался не решен. То есть, получается, что общее, если у нас общее и внешнее, и внутри, с тем лучшее отношения устраиваются. Да. Ну и все, поэтому, но мы с ним и похожи. У нас и недостатки с ним похожи. Мы же уже договорились, что если ценности у нас, а ценности из чего иссякают? Пекнический тип институции, у него ценности материальные, поэтому в торговстве идет. потому что слишком просто схема твоя выглядит. Почему просто? Ничего простого. Это нормальная схема, она, как бы сказать, она подтверждает. Сколько ты видел торговцев в своей жизни? Торговцев сколько ты видел в своей жизни? Торговцев? Да. Вот я, с детства торгую чем-нибудь, где-нибудь. И что? Я столько торговцев видел и полы, и худы. я согласен, все правильно. И шуфты, и просто... Нет, давай так, в следующий раз я принесу статистику, поищу просто в интернете и принесу цифры. Но это факт, просто как пример. Получается так, что все-таки детей нужно быть противоположным. Вот интеллектуал, как пункти, я нашел. Все, если ваша ум, моя красота, вот если наоборот. Все, давайте тогда это остановим, потому что здесь уже немножко отход в другую сторону, дальше от истины. Потому что истина существует. Истина, ну как бы не зависит от нашего объектива. Поэтому истина заключается в том, что люди определенных одинаковых ценностей всегда поймут друг друга и вдохновляют. Все, больше дальше не поймем. Что касается физиологии, честно говоря, когда я общался с Николом Николаевичем Любимовым, который выступил мозгу в свое время в Москве, и что касается гормонов, он говорит, вы видите, делать одну большую ошибку, потому что до конца это никто не знает. То есть сама специфика взаимодействия гормонов настолько может быть разной. И проявление каждого гормона, его специфичности и дифференциация влияния на каждого настолько разная, что это не просто таблица Менделеева, это миллиарды вариаций. Если человек просто влазит туда, он просто в темный лес входит, никогда не найдет решения. И если ставить основу на гормональном знании, то это в принципе просто не знание, потому что мы запутались. Хорошо, если ситуация принесла, сейчас перернемся на лагерь. Так, вернемся к отношениям. А теперь давайте рассмотрим сами отношения, динамику, из чего состоят отношения, и какие этапы в отношениях происходят, чтобы понять, где действует начинать мужчина, где эти отношения уже в руках женщины, и так далее. Итак, существование, размышления, деятельности, деятельности, результаты. что у нас, какие отношения, что нужно изменить, план, деятельность и результат этих отношений. И здесь, в этой логической цепочке есть определенная сфера, где мужское действует разум, а есть и действует женский. Вот это до сих пор мужское. существование размышлений и результат. Женское это наоборот до сих пор результат деятельности и отношения. Мы об этом уже немножко говорили с вами, что результат отношений мужчина не может понять, он не может извлечь из этого выгоду. Извлекает выгоду женщина в виде определенного эмоционального состояния. Но в то же время женщина не может понять просто существование отношений. Мужчина может размышления это там, где они соприкасаются. Размышления это мужчина, он может просто планировать. И здесь может возникнуть своя целая проблема. Большая проблема, потому что мужчина может просто размышлять. Это значит, устроить план. Он говорит, так, может быть нам поехать туда отдохнуть, может туда отдохнуть поехать. Он начинает планировать, размышлять. у женщины это работает как результат. А? Ей главное захотеть. Да, нет, она уже, все, если мужчина, он предполагает, что может и никуда не поедем, он предполагает. То есть, он говорит, давайте, куда мы поедем, он начинает там мечтать. Может поедем в Таиланд туда поедем, может справку поедем, может еще куда-то съездим. То есть, какие нам деньги нужны, так, столько, это так, путевку туда, когда лучше поехать под график-то. То есть, он размышляет. У женщины уже результат. То есть, она уже едет, она уже знает, что нужно сделать для этого, чтобы поехать. И порой возникает проблема вот в этом отношении. Так у меня недавно друг пришел, говорит, так, я вот подумал поехать отдохнуть и сказал, это не обдуман жене. Пришел на следующий день домой, она говорит, так, мы едем в праву, потом в Италию и в Германию. И нам нужно 150 тысяч рублей с собой и все, все нормально. Я уже везде договорился, знаю агентство, где мы остановимся, там, где, чем, но все уже продумано, все уже решено. И он прямо сел, хотя, просто у меня была какая идея вообще, просто поехать поваляться где-то на море. Сейчас холодно, просто поехать поваляться, а тут оказывается шопинг. Для меня вообще просто это моя работа, и сейчас опять шопинг. Я говорю, какой-то, ничего, он не нашелся, просто мне, что ответить, но понял, что его размышления, его планы, они сработали в женской психике совсем по-другому, они сработали как результат. И потом у них примерно неделя был кризис эмоциональный в отношении. Когда он просто начал проговаривать уже, что он имел в виду, и стало понятно, то, что она имела в виду, это совсем другое. Она это видела уже как результат, что они едут, она уже представила себя, а он это видел просто как, ну, просто, вот просто говорит. Я просто говорю, может быть туда поехать, может быть сюда поехать. Просто интересно как бы так, вам помечтать. Тем более, как бы, средства вроде есть для того, чтобы поехать. Почему? Женщина должна воспринимать это как просто размышление. Все понятно, надо вот в какую-то сумму туда мы поедем. Так как раз сейчас скидки там, замечательно. Вот. Почему он так говорит, если он не собирается делать? А? Почему он так говорит? Если он не собирается делать? Нет, он хотел просто по-другому, он размышлял. Он размышлял, как бы ему отдохнуть, да? Вот может туда поехать, может сюда поехать. То есть он даже не думал, что он поедет вообще. Для него это, вот размышление в чем заключается от результата? Что есть вероятность, что все-таки это не будет результата. То есть размышление, это может результат, ну, 30% от результата. Может поедем, может поедем, а может вообще 10%. Почему бы просто не поразмышлять? Но женская психика работает подобным образом, что она будет четко. Так, значит все, едем, и все отсюда вытекающие последствия. вы видите, получается, если с отпуском, это еще не самое страшное. Он поразмышлял, она уже договорилась. А бывают, допустим, такие истории, что когда он в процессе, в начале отношений говорит, родил мне сына, да? она, она, для него, просто размышления, потому что у него сейчас логика не работает, у него сейчас эмоции крутые. Иди мне сына. Она такая уж и подготовилась, что они так вот с тем врачам и говорили, я беременна. А ему уже это не надо. То есть получается, что вот да, 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 он поразмышлял, он поразмышлял, он поразмышлял, просто, что такое? Мы просто поразмышляем. Ты что так серьезно все успеешь? Ответственная какая-то она. Поговорим, так сказать, по душам, пообщались там, помечтали, конечно. А ты как все серьезно понимаешь. Что с этим делать? Это нужно просто узнать. То есть когда вы... Как что, до этого, то что вы объясняли, что делать? До этого уже объясняли, что делать? Делать надо. Объяснять, что вот это было бы неплохо. По крайней мере, нужно понимать. Если вы это понимаете, то уже вы защищены. Знаешь, значит защищен. А если вы знаете, что мужчина, если что-то говорит, размышляет, это не обязательно результат. Поймите, женщина, это не обязательно результат. А если он размышляет в форме результата, а в каком вы говорите? Да, у него будет все в форме результата. Он даже может представить, как вы там, на какой машине едете, там, туда-сюда. А как это отличить, это обещание? Да. То есть как? Ничем. 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 Завтра он придет, скажет, никуда не едет. Ну, да. Куда собралась? По чем? А, да мы же просто говорили. Вы говорите о том, что слова мужчины верить не взяли. Нет, нет. Вот здесь вот, вот как раз здесь конфликты вы получаете. Потому что вы сразу вот в результате думаете, да? А для него нужно вот, чтобы вот это все проработать с ничего. То есть он пораз вышлял, а он начал что-то делать. И когда он начал что-то делать, сказал, да, дорогая, я там съездил в турагентство, там, вот то-то, то-то, то-то. Ну, тогда можно что-то уже думать о результате. Если он ничего еще не сделал, да, для этого. Если вот, как бы, вот случаем подруги, да, которая там, если он поехал, там узнал, сколько стоит там пеленальный стол, там, сколько стоит, памперс. То есть как говорят, мужчинам нужно мерить им по словам, им по штукам. Да, вот действия, не помогают. Все правильно. Вы вообще-то привыкли женщинам об этом обвинять. То есть вот там в том цепле футболка висит, на ней написано «Ну, женская футболка». То есть кто это сказал, я сказал, когда сказал, «Ничего я не говорил, он есть 15 лет сошли». Тут проблема в другом. Тут не проблема в каких-то серьезных отношениях, а проблема в том, что я могу эмоционально что-то сказать. Это другое. Здесь нужно различать. То есть женщина просто, ну, как бы, накатила какая-то, да мне все надоело, и ты мне тоже надоел. А потом, ой, извини, там, это нормально для женщины. А если касается дела каких-то, ну, вот, мероприятий, дело конкретное, которое планируется, которое обсуждается, то здесь вот, вот это непонимание, оно может рождать проблему. Если мы это знаем, мы уже защищены. А можно вопрос? Я немного в любви, не могу знать о том, что наоборот для мужчины как бы результат, он нацелен на результат, а женщина, наоборот, получает удовольствие в процессе, опять же, эмоции. Или это другое? То есть он планирует, может быть долго, но потом делает. Да, правильно. Он может, вот сюда так и не дойти. Мужчина может сидеть, в зубах ковыряться, размышлять, но сюда... Но зато, когда он спланировал, уже готовился. То есть когда он уходит деятельность, даже не спланировал, а когда уходит деятельность, он может иметь план, у каждого мужчины есть план, как поднять экономику всей страны. То есть у каждого мужчины планов много. Но вот это сделать, это может только благодаря женщине. подключаться. Вот и как? Женщина сподвигает. Женщина сподвигает. Женщина сподвигает. Женщина сподвигает, да. Вот здесь начинается деятельность. То есть если войдете в дом холостепу какому-нибудь, там будет все просто. Много планов, кровать деревянная и пепельница. Стивой. А? Стивой. Стивой нет никакого. То есть все будет размышляться, размышляться, размышляться. Вы порой вот так, по долгой службе то просто встречаешься с какими-то мужчинами. Он начинает что-то говорить, там говорит, ну точно у него как бы семейные отношения не очень. Потому что очень много планов каких-то. Много как бы вот идей каких-то. Чего пришел? Не понятно. То есть в принципе вот этот аспект, вот эта деятельность, это включается женская. Женская. Это ближе уже к женщине. Это ее два основных как бы аспекта. Она здесь наиболее сильна. Она четко видит, она находится в сфере необходимости. Женщины всегда понимают, что сейчас нужно приобрести там, в чем необходимость. Мужчина может лучше как бы понимать, что там планы дальше, там как, но то, что сейчас необходимо, вот данное время, данное состояние, лучше женщины. Она говорит, вот это надо, а вот это не надо. То есть все как будет. Нет, вот эта сфера, она лучше работает. Иногда это воспринимают как интуитивное что-то. Но это на самом деле просто обычный психологический аспект женский, который работает на основе результата. И у меня вот здесь выход есть, когда вот такая конфликт, когда конфликт этот произошел, вот этот мужское размышление и женский результат, есть одно волшебное слово. «Я пошутил». Нет, 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 нет. Это все. Это скажут, ты что себе позволяешь? Ты серьезный же человек? Будет большая проблема. Есть одно волшебное слово для женщин и детей. Это волшебное слово называется «потом». «Потом». потом ну когда когда скором будущем потом эмоциональная как бы ситуация она немножко разрядиться и женщина потом это для детей это действует хорошо там сыну что-то пообещал не уже все проблемы потом просто говоришь ему потом на детей если это потом это завтра конечно есть такие ситуации когда это действует то есть мы говорим о том какие-то поверженцы вещи то есть если возникает а проблема нужно как-то решать в общем конвейер просто какие-то слова но по крайней мере такое слово спасительный женщина важно процесса результат так это есть процесс отношения этот результат такой результат отношения эмоции мужчина если будет говорить о результате отношений ну вот это не мужская как говорили вначале это не мужская логика ой как хорошо пообщались то есть мужчина результат отношения вообще не чувствует ну что что пообщались за четок какой результат он результат отношения не понимает это сфера женщины а тут хорошо пообщались так счастливы мужчина посмотрел уже стал счастливым а механизм включения переходов перехода от куда к чему механизм перехода не как будто сами вот агрегатные состояния непонятно как бы вот как начать действовать какая какая когда как действовать вот мужчина он за это фазы вот вот это дед очень просто да нет вопросов вот это фаза начинается когда уже женщина то есть сам мужчина практически для него это активности здесь нет то есть ему нужно как раз женщина чтобы она ему как поэтому и говорится шершелях вам женщина должна включить и пошел можно про такой вопрос мы в прошлый раз говорили о том что человек не готов к ученикам пока у него не произошла самореализация такая получается по этой логике по этой цепочке вот есть определенное существование потом там поражали началась деятельность помощью какой-то женщины самореализовывать а вот он самореализованный другой другой поле достается вот такой весь уже реализованный правильно в костюме с правильной прической исправили помыслом это женского женского я я то что я много видела такие случаи потому что женщина она включает мужчина он сидит у него планов на три жизни но я понимаю что есть риск что у нас есть такое самооперизованное потому что я его видела другим а а он и потом пойдет потому что там кого-то достаточно там вот героев как вот как задержать результат получить ну самой да сделай его человеком на самом деле вот то что если это происходит то вы защищены то есть мы никогда не поймем как работает система если мы не знаем ну более большую систему то есть в чем проблема как в материальной науки она очень очень узкая то есть если вы допустим какой-то одной из них я прошу пошли сейчас немножко философ с философский аспект чтобы было понятно такое универсальное решение если есть система и в этой системе вы что-то не учили то вы будете делать ошибку сейчас когда наука делает она не учитывает очень много аспектов во первых она не учитывает очень важный аспект бога это это раз то есть она не учитывает аспекта премии она не учитывается аспекта кармы то есть те вещи которые реально функционируют в этом мире то есть если вы это все знаем то есть просто человек знает эти моменты то есть его система полна он не беспокоится то что если что-то делает правильно то есть если вы просто вырастили мужчину если даже запущено никаких проблем не в этом заключается уже знаете систему не видите как вы не видите как вы только какой-то фрагмент потому что если вы видите просто фрагмент какой-то через окно что-то видеть то есть мы не знаем что там будет дальше иногда мы видим допустим какой-то человек успешно он негодяй то есть когда наша как бы зрение но просто ограничено чем мы тогда не знаем мы не можем вот внутри этого ограничения сейчас делать какие-то как сделать правильно какие-то дать рекомендации нужно выйти за рамки системы тогда все тогда это знаю они полное знание говорится вещь опасно потому что если человек какие-то элементы это не считается наукой сейчас нет науки но общество просто вредительство чем больше не открываете лучше сами опровергают то что далее большинство сейчас то просто как это коллайдеры создают там еще какие-то полеты то есть это просто растрачиваем деньги филипп морис тратит порядка двух миллиардов долларов вот чтобы доказать что курение полезно то есть сейчас наука она в принципе только улучшает общее состояние то есть люди болеют атмосфера плохая питаются уже не попадя чем живут уже по 50 лет уже новую жизнь болеют постоянно при этом бегут с такими глазами по городу на машину приходит падает потом умирает все сейчас наука она не работает то есть она какие-то подноженные вещи смотрит о как-то сработал сустав так вот такая перитроцит и все то есть поэтому если мы говорим вот сейчас почему как бы есть такое неверие да почему сейчас самый большой дефицит людей это берет ну что знание вера это знание то одно и то же то есть если я верю что пол не провалится мне значит и знаешь вера и знание данного знания нет поэтому соответственно человек не может выйти в каком-то в ограниченной системе найти решение он даже хорошо как бы действовать не может мне нет уверенности вот он это я выращиваю мужчину на что дальше он уйдет нет по законам не уйдет по закону будет привязан вы привяжите понятно а что будет дальше дальше если этот уйдет придет что-то лучше если человек делает что-то правильное в любом случае результат будет верным хороший будет результат если вы делаете что-то неправильно как мой мой учитель объяснял как-то как-то ехал приехал на вокзал взял такси поехал и таксистом ездит и таксист ну когда вы вроде человек видно духовно так хорошо когда же может так хорошо начнет ну как даже вот скажите вы человек духовно когда мы жить хорошо начнем то что ты имеешь ввиду ну когда зарплату дадут ну во первых зарплата там другой вопрос автор посмотри вокруг что делается люди делают что-то но делают неправильно еще должно быть хороший результат то есть если человек просто не понимает что он делает и делает много то есть хорош дурак когда он спокойный а когда дурак он активный это небольшие проблемы то сейчас общество но немножко в этом плане то есть нет образования зачем нужно все сейчас прямо давай наслаждаться будем когда университете читаешь лекцию на философскую тему какая философия сейчас раньше был марксизм ленизм понятно строим светлое будущее все понятно сейчас какая философия поднимают руки есть философия какая ешь пейся веселись то есть возьми от жизни все это сразу делает человека несчастным почему что он начинает действовать неверно и по законам любом случае будет разочаровать ядник сначала нектар потом аскеза говорится то есть простые вещи которые в принципе дается там библии в коране баду убить это простые вещи поэтому возникает стран и даже хорошие вещи чтобы сделать возникают сомнения делать их или нет почему потому что у нас время заканчивается здрасте человек все у нас все да а сколько в принципе только вопросы может быть я тогда еще как бы немножко скажу по теме есть два вида супружеских отношений согласно логическому знанию есть отношение левого кругу крыла по отношению к мужчине женщина по отношению к мужчине и отношение правого крыла и эти умные строения левого крыла и правого крыла не отличается в чем женщина левого крыла женщина левого крыла она говорит мужчина мой женщина правого крыла я принадлежу ему разница чувствуете отношение левого крыла они основываются на чувстве собственности это мое я его слепила из того что было то есть это мое и здесь уверена женщина полная мужчина то есть он мой и эти отношения более сильные здесь может быть все тут может быть и плохие эмоции хорошие но здесь твердая уверенность что ничего не произойдет здесь эти эмоции базируется на полной уверенности женщины с чувством собственности по отношению моему отношению к моему мужу то есть он мой если это сок ну как бы чувство собственности такое сильную женщина она свободна она может выражать плохие эмоции хорошие в отношениях правого крыла там женщина говорит только хорошие вещи настраивается понравится это мой как бы человек я должна создать ему какой-то уют поэтому но это решает уже мужчина какой какие отношения он хочет выстроить отношения правого крыла имеет свои плюсы и отношения левого крыла тоже более как бы активное эмоциональное отношение это левого крыла то есть там все там посуда будет биться там все будет внимание обжимки потом опять развод тапочки по почте там постоянно что-то будет такое происходить но при этом у них есть четкая уверенность и в этом случае мужчина он как бы везет ведет себя очень разумно он показывает что полностью привязан к жене чтобы не даже не возникло ни капельки сомнений что какой-то момент то есть мне даже даже как бы вообще даже капельки не должно быть сомнений то есть мужчина ведет себя подобным образом и внешне выглядит как подкаблучник но ведические писания это прославляют они говорят что в этом случае мужчина создает как раз основу для очень сильных правильных отношений и вот сколько я был допустим выйти в разных семьях то есть вот эти отношения в большей степени доминируют ну где допустим браке по-моему эти разводы вообще запрещены как-то там поэтому то есть женщины ведут себя как полноправные хозяйки то есть как бы то что рисуется западной культуре что женщины там забиты там затем я этого не видел то есть женщина мать там все она дома приходит муж такой себя ведет он был такой орел за этим за порогом все зашел с того она такая все такие вот как знаете в селении раньше жили женщины тоже базировалось на этом женщина она как бы начинает расцветать от уверенности в том что у нее отношения то что вы затронули да вот это стоит то что это ее это собственность а собственность разуме тоже плохая вы можете обижаться на собственность то есть в этом случае как бы Эмоции, они гораздо более интенсивнее, чем в отношениях правд. И такие отношения есть. И не надо как бы иногда делать какие-то скоропалительные выводы, что этот человек подкаблучник, он так руководится. Нет, это просто разумный мужчина. Разумный мужчина, он будет устраивать каким образом так, что он дает понять своей жене, что он без нее просто не шуток. И женщина полностью уверена. Такой аспект. А порой неразумный мужчина, он наоборот хочет показать свою классность какую-то. Я такой классный, я управляю, я контролирую все. На самом деле он контролирует вот таким образом женщину. То есть она полностью уверена, и он ее тогда контролирует. Потому что мы говорили, что контроль – это когда незаметно. Если заметен контроль, то это уже не контроль, это уже насилие. То есть контроль, он всегда незаметен, и когда мужчина ведет себя подобным образом, он дает возможность женщине быть, ну, как бы расцветать. Сейчас женщины, ну, они боятся этих отношений. Очень редко встретишь, это действительно я встречал в каких-то восточных странах, в Праках, когда женщина ведет себя подобным. Либо я вспоминаю, как бы в деревне, как это было, как жена там гонялась за мужем по всей деревне. То есть еще какие-то памяти еще там всплывают. Когда муж идет с рыбалки, там, несет мешок рыбы на себе, и пока до дома дойдет, рыбу всю раздал. И жена высказывает, начинает. И они там орут, кричат, матерятся. Все знают, это вот такие-то там, вот такие-то. Нормально, у них там завтра они уже, все у них хорошо. Ну, то есть это гораздо более открытые, прямые отношения. Есть такая история даже про Акбара и Гербала. Акбар это император был. В свое время, в Средние века, это одна из самых сильных империй была в мире. Персы, они захватили Индию, огромная империя, Акбар император. И у него был советник индус, его звали Бербал, он был браман, интеллектуал. И как-то Акбар сказал, что все мужчины, они зависят от женщин. И Гербал сказал, да, все мужчины зависят от женщин. Нет, 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 я хотел тебя проверить. На самом деле нет. Тогда Гербал сказал, хорошо, давай делаем эксперимент. Созывай всех мужчин в городе, и мы сейчас проверим, все ли я зависят от женщин. И так, созвали мужчин и сказали, так, кто зависит от женщин, мужчин, сделай шаг вперед. И все сделали шаг вперед. И только один человек не сделал шаг вперед. Он говорит, о, видел, все-таки не все зависят от женщин. Когда подошел к Гербалу с Акбаром, он спросил, а что ты не вышел? Что ты не сделал шаг вперед? Жена мне сказала, не делай. То есть в отношениях мужчина всегда будет зависеть от женщины, и здесь природа будет больше. Все? Через шесть минут. Шесть? Можно. Скажите про правое крыло. Про что? Про правое крыло. Про отношения к правое крыло. Правое крыло – это более, как бы, можно сказать, стабильное чувство. Там нет резких контрастов в ощущениях. Там все как-то стабильно, ровно. Привет, здрасте. Тут все, иди туда, пойдем сюда. Женщина, она чувствует определенную защиту здесь, но она, ну, как бы, не проявляет свои эмоции. Она говорит именно то, что сейчас нужно сказать. То есть она не может вести себя свободу. В этом какой-то минус отношения. А плюс. Потом интеграция, там нет взрыва. Да, а потом взрыв, и все. Поэтому правое крыло – это более, такое, лучшее состояние. И еще здесь один момент, на котором мы, наверное, остановимся. Потому что это очень важный фундаментальный момент. Мы с ним в прошлый раз, в начале, но мы сегодня этим закончили. То есть отношение – это любовь. Отношение – это любовь. Любовь – это, как бы, слово сейчас затертое такое, но вообще любовь – это бескорыстие и действие. То есть два, согласно писаниям, это переводится как «бхакти» на санскрите, и переводится как «бескорыстие» и «действие». Потому что сейчас любовь подразумевает как нечто такое чувственное. Но любовь, на самом деле, она всегда с начала действия. То есть, к примеру, муж приходит с работы и говорит «хочу есть». Жена говорит «нечего». «Не сварила больше». «А почему?» – спрашивает муж. «Да просто я тебя так люблю, так люблю, что просто вспомню о тебе все». «Чего?» – «Чего?» – «Чего?» – «И нет, и нет». Когда муж скажет «ну, лучше в этом больше сварить». Или, допустим, ну, другой пример. Если ты любишь, ну, что-то на диване-то, да, как бы, ну, что-то здесь. То есть, любовь – это сначала действие. И когда человек служит, проявляет это служение, тогда возникает эмоция. То есть, сначала человек делает что-то, а потом проявляется. Проявляется пример простой. Отец не сразу любит своего ребенка. Мать любит сразу. Она вкладывает усилия, она любит сразу. Муж, он побегает безсонными ночами, там, постирает, там, беренки. Ну, сейчас, как бы, беренки не старают. Ну, тем не менее. Побегает, уложит какие-то усилия, деньги, средства, и тогда ценность возникает. Вот так возникает чувство любви. То есть, сначала любовь – это действие, и потом возникает чувство. То есть, прожили там 40 лет, вот тогда любовь возникает. А до этого это еще не любовь. То есть, термин, то есть, это целая наука, которая есть в разные термины, описывающие разные внутренние состояния психики человека. То есть, согласно лидической концепции, это не считается любовью. Поэтому, вообще, говорится, в лидической традиции люди женятся для того, чтобы полюбить восточную традицию. А западная традиция – люди женятся, потому что полюбили. В Библии говорится, да, где деньги ваши там, то есть, подразумевается, куда вы вложили, там и ваше сердце. Куда вы вложились, там и ваше сердце. То есть, тогда возникает любовь. Это немножко другое чувство. Любовь, она отраженная всегда. То есть, насколько удовлетворен объект, настолько я удовлетворен. Ну, это уже будет такая другая тема способность. Ну, если сейчас, смотрите, есть же несколько этапов в отношениях. Ну, не помню, как это называется, притяжение, насвящение, присвящение, отвращение и вот потом как раз любовь, да, наступать. Ну, то есть, после отвращения в какой-то момент наступает. То есть, получается, что человек живет как-то процесс. Да-да-да. То есть, не для себя что-то терпит. Наверное, усилие на собой какое-то дело, и в результате этого получается что-то. Ну, вот принцип заключается в том, чтобы использовать свою терминологию, порой термины. Вот, допустим, то, что говорится, вот эта цепочка, насыщение, присвящение, отвращение, это присущее материальному отношению. Только материально. Только материально. То есть, вот дать просто торт 10-килограммовый, да, то есть, сначала вкусно, потом уже не очень, потом вообще, и потом уже просто невозможно. То есть, это материальные ощущения. То есть, если человек, вот сейчас как раз на уровне тела и происходит брак, о том, что мы говорили в какой-то момент в ходе лекции, то есть, если люди выстраивают отношения с позиции физического тела просто, да, ну, нравится мне, вот девушке нравится, ну, замечательно, красиво, и все там, прекрасно, и что я делаю? Я вступаю в отношения. Если я базируюсь только на теле, обязательно пройдется эта цепочка. Какой бы торт ни был вкусный, все равно придет присущение и отвращение даже. Но если я иду не с позиции тела, с позиции природы, допустим, да, какова природа человека, каковы ее интересы, каковы ее ценности, чем она живет, как она живет, то тогда вот рождается уже другая спектра. Тогда этой цепочки не будет. Тогда будет, наоборот, открытие каждый раз, открытие, новое открытие, новое открытие. То есть для мужчин это как раз вот его сфера, это изучение другого человека. То есть он изучает вот так, так, такие-то эмоции, так-то они проявляются, так-то нужно соединяться, работать. И вот это его природа мужская природа. То есть должна присутствовать не энергия страсти, желания, да, а энергия как правильная? Благости. Благости. Забудок каждый день. Забудок. Это то, что мужская. Если мужчина, в этом проблема, что мужчина, если начинает, ну, просто искать уют и комфорт, да, вот как бы проблема, в чем заключается, он сразу переходит в женское состояние. То есть он сразу начинает слабеть. Поэтому мы не понимали, зачем как бы мальчики там спят там на циновках, спят порой. В школе вот махараджа, на основе которой я делаю лекции, они очень простые хижины, не спят, не болеют. То есть могут спать на открытом поле, без всякой подстилки, мальчики. И для них это наслаждение. Они не то, что это несчастные, забитые. Ну, они просто там такие, бойкие, ну, как, сколько потребов, в шахте, внутренняя сила. И они, мужчины этим наслаждаются. Но если мужчина хочет наслаждаться, как бы вот, эмоциями, как женщина, да, он начинает эмоциями наслаждаться, так комфортно, дайте, он тут, дайте, Он переходит тогда на эмоции женщины. Он должен, наоборот, ей это сделать, получить от нее эмоции. Потому что он там ничего не выживает. Он попытается себя устроить хорошо, а он не чувствует комфорт, потому что это не его природа. Он как бы себя поместил, хорошую ситуацию, он думает сейчас, воскресенье наступит, так, я сяду на диван, чешу, кофе, там, телевизор, как-то все, отдыхаю. А потом, чем больше он смотрит, мужская психологика работает, тем больше, ну, как бы, ум же, ум просто начинает нервничать, потому что это не его природа. Что сказать? Трудно извлечь воду из того, где ее нет. Трудно извлечь счастье из того, где эта субстанция, ну, вроде все, мы не закончили, как всегда, когда не закончили. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.